Всем привет на канале Рецепты в гостях у Вани. Рад, что вы, друзья, у меня в гостях. А сегодня предлагаю приготовить вкусную тушеную капусту. Одну луковицу нарезаю полукольцами. Я большой любитель чеснока, добавлю 2 зубчика. Тонко нарезаю. Лук попался крепкий, значит капуста будет еще вкуснее. Капусту я сегодня готовлю на сковороде. И отправляю лук. Ставлю небольшую кастрюлю, чтобы вода закипела, а на сковороду добавляю немного тмина, пол чайной ложки. Специя откроется и быстро нашинкую капусту. Качан капусту 1,2 кг мне понадобится только половина. Для удобства рекомендую разрезать еще на половинки. И с помощью таких движений начиная нарезать, нож не поднимая с доски и таким образом точно не порежусь. Чтобы тушеная капуста приготовилась быстрее и была ароматнее, я добавляю на этом этапе соль. По вкусу, но обязательно крупная. И хорошенько проминаю капусту. Как только замечаю, что выделяется сок, достаточно. И перекладываю в миску. За это время, пока я шинковал капусту, лук уже достаточно обжарился. Отправляю капусту на сковороду. И сразу же увеличиваю нагрев на плите на максимуме. Это у меня десятка из десяти. Я жду, чтобы появились при жарочке, а потом начинаю переворачивать. И вы должны почувствовать запах жареной капусты. Мы следим, чтобы ничего не подгорало. Активно перемешиваем. Если вы замечаете, что дно сковороды либо кастрюли начинает темнеть, я рекомендую добавлять понемногу горячей воды. Буквально по одной столовой ложке. И тем самым собираю все с дна сковороды. И все вкусы переходят на капусту. У меня заняло это примерно 7 минут. Уменьшаю огонь на минимум. Это двойка из десяти. Делаю небольшое углубление. И добавляю 1 столовую ложку томатной пасты. Ее необходимо обжарить 30 секунд. А также несколько лавровых листов. Перемешиваю капусту с томатной пастой. Следим, чтобы ничего не подгорало. И сразу же добавляю горячую воду, которую я уже держу под рукой. И в этот момент нужно добавить немного воды, чтобы капуста только накрывалась на дне. Потому что воду я буду подливать в процессе приготовления. Соль я уже добавлял, а вот черного перца нужно. Вкус у тушеной капусты, приготовленной по этому методу, будет намного ярче. Температуру на плите увеличиваю на пятерку из десяти. И продолжаю тушить уже до желаемой степени готовности. Я люблю, чтобы капуста еще немного хрустела. Это займет примерно 7 минут. Крышкой я не накрываю. В этом отличие моего метода. И воду я подливаю при необходимости. Обратите внимание, на сковороде сейчас самое минимальное количество. Тушеная капуста на сковороде – это потрясающий гарнир. Когда капуста уже готова, не забудьте вынять лавровый лист, чтобы она не горчила. Ароматная тушеная капуста готова. Нужно пробовать. Я стараюсь держаться в форме перед новогодними праздниками. И готовлю вкусные, полезные блюда. Капуста – это то, что нужно. Я очень рекомендую вам приготовить капуста по этому рецепту. И вы не пожалеете. Если вдруг вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь. А главное, нажимайте на колокольчики, на лайки. Мне будет очень приятно. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!